Я хочу поздравить своего папу очень необычным образом. Поздравить его с Днем Победы! В 16 лет, в 42-м году, он пошел добровольцем на фронт. На вопрос о том, что побудило его, вообще такое высокое чувство патриотизма, папа без ложной скромности ответил честно. Ну, насчет патриотизма не знаю, но уж очень боялись умереть с голоду. А на фронте знали, что дают паёк. Пошли записываться с моим другом. Ну, с первого раза нас не записали, видимо, военком нас пожалел. Но со второго раза записали. Вот такая история. Прошел папа войну с 42-го года по 45-й год. О военных годах рассказывать не буду. На войне, как на войне. Контужен был. А так спас Бог. И я так думаю, что оно так и есть. Можно представить себе, но даже страшно представлять, какие чувства испытывала его мама, когда он объявил о том, что у него уже на руках вот повестка. И что он сам добровольца. Потому что в это время папин отец уже был на фронте. И от него уже не было никаких известий. Также не было известий от его старшего брата, тоже уже ушедшего на фронт, дядя Володя. Кстати, давайте вспомним их добрым словом. Помянем. Потому что папин отец пропал без вести и он не вернулся. А дядя Володя вернулся с фронта. Это папин брат старший. Вернулся с фронта без ноги. Правда, это было счастье, что он вернулся. Но сейчас его уже не в живых. Ну и как говорят, царствие небесное. Они в нашем бессмертном балконе. А папа мой, пусть хоть и контужен, но вернулся жив, здоров и невредим. И уберегла его, как предполагаем, иконка, которую дала ему и его мама. Но что я хочу рассказать о своем папе? Я хочу сказать о необыкновенной самостоятельности, о необыкновенной силе любви к жизни, о необыкновенном вообще каком-то спокойствии, мудрости и необычайном энтузиазме и веселости. Вот о чем хочу рассказать. Я на этих фотографиях, которые вы сейчас, наверное, уже посмотрели, ну, выставила, в общем-то, те фотографии, на которых мы все вместе в прошлом году, в 2015-м, отвечаем, 9 мая в Орле, где и живет сейчас мой папа с семьей моего брата. Выставила фотографию, где мой папа занимается, обучает чтению своего правнука, моего внука. Вот они там вдвоем на кухне сидят за столом. Обратите внимание, два кореша заняты очень важным делом. А последняя фотография. Эта фотография сделана 3 года назад, когда моему папе было 87 лет. И это мой папа совершил такой, ну, не знаю, смелый, не смелый, в общем, поступок. Они приехали из Орла в Солнечногорский район. Папа приехал к своему племяннику, по сути дела, как раз вот сыну своего старшего брата, дядя Володя, о котором я говорил. И вот мы у Виктора Владимировича Мешкова сидим в гостях. Вот тут на этой фотографии мой папа с моим родным братом. Слегка, конечно, папа уже так поддатый, но надо сказать, что выпито было много, но самочувствие было прекрасным и настроение вообще замечательное. Так вот, что я хочу рассказать. Вот об этом силе какого-то, ну, как юмора, веселости к жизни. Я вспомнила, как, когда мне было 50 лет, вот, мне, мы с моей одноклассницей рассуждаем, и она говорит, слушай, Вальк, нам с тобой уже по 50, мы уже вообще старухи. И в этом же году папе отмечаем 80 лет. Собрались, тоже необычно, за верстаком, который на улице, стоя, правда, постели на скатерть, закуска, бутылка шампанского. Вот и папа, когда мы его поздравляем, вдруг произносит, ну, что сказать, теперь могу сказать уж однозначно, что я все же уже повзрослел. Вот тут мы все просто заржали, потому что мы с Ольгой вспомнили, как в 50 записали себя в старухи, а мой папа в 80 еще только определил, что вот он уж теперь-то, наверное, повзрослел. Ну, вот такие характеры. Почему я так и восхищаюсь им? Так, какие эпизоды еще хочу рассказать? Чем я горда? Вы знаете, в 79 лет мой папа задумал строить второй этаж. Да, пристраивать к дому второй этаж. И он сам крыл крышу и сидел на этой, на козырьке, на верхотуре. Помогал ему его друг Дорофеич. Дорофеич и сейчас жив, и слава Богу, и здоровье ему. Он не очень далеко живет по улице от моего папы. В прошлом году папа с моим сыном, со своим правнуком Максимом, которого мы увидели на фотографии, пошли поздравлять Дорофеича с Днем Победы. В этом году, наверное, тоже пойдет. Дорофеич не участник войны, поскольку он немного помоложе папы, но, конечно, годы войны прожил и знает прекрасно, что это было за время. Но в дружбе они сильны, кричи и друг другу помогают. Так вот, что я хочу еще вам рассказать? Я хочу рассказать... А я уже, в общем-то, все рассказала. Вы, наверное, картину уже сложили о моем папе. В этом году папе будет 90 лет. Да, я хочу рассказать одну еще удивительную вещь, ну, чтобы вы как-то более полно имели представление, почему я так его люблю и восхищаюсь, почему мы все его так любим. Вот я разговариваю с папой по телефону на тему здоровья и говорю ему, пап, ну ты пиши сам себе стихи и заговоры на здоровье. И вот он мне чем делится с радостью? Говорит, Валь, сочинил, неделю повторяю. Вот какие стихи. Утром. Я желаю это и всем ветеранам, и вообще всем тем, кто хочет прекрасно себя чувствовать. Утром кофе с молоком, сыр, батон и масло. Для чего все это? Для того, чтобы чувствовать себя прекрасно. Вот такие стихи. Вот. Ну и на этой веселой ноте, чтобы чувствовать себя прекрасно, ну я, пожалуй, могу и закончить свой рассказ. Поздравляю. Поздравляю своего папу, Мешкова Николая Ивановича, с Днем Победы. Пусть все будет прекрасным еще много-много-много лет. Еще много-много-много раз. Много-много-много-много раз. Мы чтобы встретили День Победы. Потому что с каждым днем, как я заметила сейчас, День Победы отмечается все веселее и креативнее. Все лучше и проникновеннее. Пусть эти радости наполняют нас. Здоровье, настроение, радости, сил, энергии, любви. Мы счастливы, что ты у нас есть, и что ты такой здоровский и любимый. Поздравляю всех участников войны. Всех тех вообще, кому дороги эти воспоминания. То есть даже и моему поколению, и поколению внуков, и поколению правнуков. Я поздравляю с нашим великим, настоящим праздником. Днем Победы!